Аэ, Гримонит. Если вы смотрите это видео, то скорее всего уже знаете, что такое смидран. Но для непосвященных объясню. Это прохождение игры, даже не всегда полностью, до какой-то определенной цели на время. Самая популярная категория смидранов, а не пи-сэнд, то есть любым способом добраться до конца, и глищ-лез, прохождение без багов. Но из-за особенностей снардью, в частности того, что конца в теории нет, в ней смидранят центр сообщества Джорджа Марк и так далее. Посмотрев на рекорды в этих категориях, я убедился, что с моими руками мне их не побить. Но что же делать, когда так хочется быть первым? Правильно, сделать категорию самому. В этом мне помог мой опыт со стримов, кстати, подписка доступна бесплатно, где я пытался зарабатывать только на курицах, оптимизируя геймплей. Ко мне в голову пришел логичный вопрос. Как быстро можно заполучить милое пернатое животное в этом симуляторе? Сию категорию назвал просто Chicken% and я даже не надеюсь, что она вообще получит удобрение на официальном сайте. Также сразу уточню, что на мою игру установлены моды, не влияющие на геймплей или смидран. А в качестве доказательства предоставлю оба видео по ссылке в описании. В этом видео я, собственно, и отвечаю на свой вопрос и показываю, как конкретно это сделать. Самое сладкое оставим на потом, поэтому сейчас разберем Chicken Glitchless. Для начала нам нужно вбить имя, название фермы и вещь, затем выбрать речную ферму и нажать пропустить вступление. Забег начинается одновременно с кликом ОК. Также советую перед запуском рано просто сделать еще одну ферму, если вы только запустили его. Дело во времени загрузки в мир. Если это первая загрузка, то она длится где-то 20-30 секунд, если нет, то примерно 7. Как только мы просыпаемся, надо взять семена пастернаков в инвентарь. После этого идем потрачить в зарослях свои дачи, собирая ресурсы. Нам нужно 4000 золота, 300 травесины и 100 камней, чтобы построить птиченок. Я потратил первые 50 палок на сундук, чтобы сложить туда вещи, которые заполняют инвентарь. На этом этапе вы можете выиграть пару секунд, если будете знать, что вам нужно сложить в сундук только лейку и моты. Молодой кремонит этого не знал и судорожно двигал мышью, пытаясь понять, что от него требуется. Собственно, весь первый день мы тратим на добычу вышеупомянутых штучек, но так как энергии у нас мало, мы быстро отправляемся в кровать. Потенциальный способ сократить время – выбить клен, дуб и елки по очереди, чтобы сделать из их семян полевую закуску, которая восстанавливает энергию. Пока идем продавать недо пастернак, можно нахапать всяких цветочков, что даст нам больше денег. Семена пастернака мы продаем первым, так как моя стратегия подразумевает быструю добычу денег при помощи рыбалки. На второй день мы отправляемся на пляж, чтобы получить инструмент косвенной добычи желтого металла – удочку. На пляже, если вам повезет, будут валяться всякие ракушки, конкретно мне попалась лишь одна. Этот день мы также тратим на добычу ресурсов. Рыбная ловля является самым быстрым и самым безопасным способом получить деньги. В качестве небезопасных есть лишь собирательство – побродить по карте в поиске растений. Шахты вообще не являются вариантом. На первых уровнях ваша добыча ограничится медной льдой, и от внеаметистами этапазами, на пару с кварцами и сегляными кристаллами. Другой возможностью, которую я не исследовал, является фермерство. Тут можно просто поливать растения и пропускать дни, чтобы это не влияло на таймер. Иногда из камней может выпасть живота. Ее можно разбить и получить минерал, но не советую. Самый дорогой среди них стоит 150 монет. Учитывая раскалывание живота и путь до кузнеца, вы получаете 125 монет за большую потерю времени. Легче будет просто продать ее. Третий день также проходит за добычей дерева и камня. В четверг мы наконец-то прекращаем долбить твердую породу и приступаем к заработку денег – рыбалки. При создании персонажей я специально выбрал личную ферму, потому что на ней есть быстрый доступ к нормальному водоему. Как вариант, есть еще ферма на пляже, но я не уверен насчет ценности морской рыбы. В водоемах есть уровни глубины, простыми словами, чем больше глубина, тем лучше рыба. За повышение уровня рыбной ловли вы получаете бонус. Ваша леска становится длиннее, что позволяет вам достичь темного дна. Тут же помогает и сундук за 50 палок. Теперь у вас больше места в инвентаре, и вам не нужно часто отходить в контейнеру на сдачу. Часто будет попадаться всякий мусор, а также джорджа кола и водоросли. Жижу советую не выбрасывать и продавать, так как по цене она близка к рыбе. А водоросли сохранять при себе, чтобы восполнить энергию. Ах да, следите за энергией, чтобы не получить переутомление, которое снизит ее восстановление. Бамбуковая удочка тратит 7-8 энергий, а чаще 8. Если все-таки поймает переутомление, советую лечь спать пораньше, чтобы энергия успела восстановиться полностью. На следующий день на ферму приходит Марвин с кошеком слэш собакиной. Быстрее всего будет ответить ей нет, но я взял кошака, потому что мне его стало жаль. Однако его наказание – братское имя Мисофилуфи. Огромную роль в ранее играют подводные сундуки. Их всегда стоит ловить, потому что даже если там одна единица травесилия, трата времени не существенна. А даже простой уголь может повысить стоимость дня. Мне нереально повезло, и я выловил алмаз и аквамари. Набавив свой кошелек, примерно косарь из 4800 мусор. Откуда появились еще 800? Все просто – заковаться на курице. Но вообще в этой категории рандом может кинуть вам мой радужный осколок в сундук. Так что мое время, очевидно, не идеально. В ясный субботний день мне наконец удается набрать достаточно денег на покупку птичника с курицей. Но я пропускаю дни до понедельника, не знаю зачем. Нет, правда, я не могу вспомнить. Если вы собрали нужную сумму лишь ко вторнику, то вам нужно проваляться еще день в кровати. Робин сегодня не работает. Я сразу отправился в столярную мастерскую. И из-за этого мне пришлось топтаться в двери до 9 часов. После покупки курятника мы голопом скачем домой и тряхнем еще 3 дня, чтобы курятник был достроен. И вот наступил судьбоносный день покупки курицы. Если для вас он настал понедельник или вторник, запускайте до среды, потому что вы еще не успели на ранчо автобус. До 9 часов советую рассчитить дорогу между лесом и вашим домом, чтобы в последние секунды продвигаться с максимальной скоростью. В 9 часов мы штурмуем Марню, потому что она лучший персонаж в 8 поколении покемон. И покупаем торчика, что вводит нас на финальную прямую. Ну то есть кривую до курятника, где я потерял пару секунд на облизывание камней. Таймер завершается на поглаживании птенца, и мое финальное время 52 минуты, 10 секунд и 59 миллисекунд. Для начала неплохо, но я не думаю, что продолжу спинронить эту категорию. Так что удачи всем наследникам, всего неблагодарного дела. Наконец-то можно использовать баги, что намного сократит время курить. Для начала мы создаем персонажа с именем квадратная скобка 163 квадратная скобка. А в любимую вещь пишем свою настоящую любовь, что положительно влияет на рандом. Запускаем и сразу чистим местность для курятника, его ведь надо куда-то ставить. Прямо сейчас цель – дождаться 9 часов, что даст нам нужный капитал. Тут и входят в игру имя персонажа. Я не могу технически объяснить, как это работает. Но вписывая номера в квадратные скобки и заставляя игру сказать это, мы можем получить предметы. Например, тот же номер 163 – это рыба-легенда, которая дает 5000 монет на продажу. А 182 – большое яйцо. Для получения предмета нам надо заставить кого-то сказать имя персонажа. Самый быстрый вариант – Пьер и Кэроларин. Они оба кричат магическое слово при знакомстве. Также я забыл, что у меня установлен мод, который убивает Пьера косой и дает за это деньги. Но это опять не повлияет на результат рана. То есть никак не поможет. Сразу после приятных бесед с этой отшибленной семейкой нам нужно переварить происходящее и поспать. На следующий день мы в кошельке внезапно обнаруживаем 10к. Сумму, которая нужна для постройки курятника и покупки курицы. Так как тратить время на добычу ресурсов нерезонно, мы просто их купим у Робин. Но для этого нужно еще раз заснуть. Опять же, Робин не работает во вторник. До 9 часов можно рассчитывать дорогу в горы, чтобы на обратном пути не спотыкаться об каждую палку. Все, что остается до покупки – терроризировать дверь в столярной мастерской. Древесина на первый год стоит 10 монет за штуку. Так что 300 палок облегчит наш кошелек на 3000. Камень, однако, в 2 раза дороже. И за 100 штук мы отвалим 2000. После покупки ресурсов строим курятник и идем спать до воскресенья. Пробудившись, нужно расчистить дорогу до леса, чтобы немного укоротить время. В 9 часов штурмуем марли, покупаем наггетсы и бежим в курятник. Так я получил двуногая пернатая за 10 минут, 21 секунду и 80 миллисекунд. Да, эти попытки заняли у меня слишком много времени, но они лучшие и больше мне не хочется это спидранить. Также это точно 100% является причиной, почему видео так долго нет. Я спидраню курочек. Зу, угол, дела. Субтитры сделал DimaTorzok